здравствуйте сегодня снова с вами авто за автопати и я иван балтиков и на мне снова знаменитая маечка алкоголичка и снова бутылочка пивка которую мы просто пьем я сейчас снимал ролик тестирование вот этого пива корабельная колыбельные темные не пассеризованная фильтрованная сам ролик нормально записался все хорошо но блин я забыл включить диктофон бэнс зараза забудут включить диктофон поэтому прошу прощения звук в ролике оказался опять только с камеры что-то я блин последнее время рассеянный стал что-то мне что-то как-то вообще то одно то другое то есть то я ворона я ворона ну что ж бывает что-то автозавт и приходится часто делать по разным таким случаем ну что поделать не все водичку пить можно немножечко чуть-чуть и вернуться формату пива надо как-то взять себя в руки и нормально начать выпускать ролики с серьезной подготовкой но что-то что-то все время чего-то где-то мешает что-то надо какой-то вот чувствуется что вот пауза которая выпуске роликов должна быть она все-таки есть и потому что какой-то вот 20 роликов с чем-то снято и выпущено на канале какая-то вот такая вот что-то вот переходный период какой-то вот такой остался ну что ж ладно мы сегодня сидим трендим за пивком пивко колыбельная неплохое за свою цену не очень дорогую где-то 115 на субболе мина надо местных магазинов по вкусу она кстати ближе к светлому цвет цвет тёмный практически как у светлого такой потому что в составе нету ни жёлого ни карамельного солода один только м светлый солод только светлый солод а пиво тёмное вот такой парадокс ну не парадокс на самом деле в принципе тёмное светлое пиво отличается даже не столько чисто цветом солода ну вот а немножко чуть-чуть технологии ну вот 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 выжали из светлого солода тёмный сорт пива снова с нами семечки стаканчик на этот раз я немножко взял поменьше потому что 150 грамм что-то многовато оказалось 100 грамм как-то более-менее среднего 125 грамм что-то я не нашёл только либо 100 либо 150 причём самый-самый-самый прикол если посчитать в маленьком пакете по 100 грамм семечки выходят дешевле чем в пакетике по 150 хотя производитель у них формально одинаковые это торговая марка преднадлежащая одной крупной сети магазинов может быть там конечно какой-то вокальный производитель один выпускает одну 100 граммовую версию другой выпускает 150 граммовую версию другой производитель но формально всё это продаётся под брендом один может быть из этого такая разница может семечки разные фиг его знает не знаю с чем это связано но вот такой небольшой казус кстати этим казусом довольно часто пользуются в торговле когда большие упаковки товара продают почему-то дороже чем маленькие хотя казалось бы наоборот да покупаешь большую упаковку должна быть эта а выходит на самом деле дороже чем маленькие бывает бывает такое в торговле тоже какая-то штука всегда найдутся кто да что такое что такое опять видос зависает продолжаем наши автозаппартии что-то я не могу понять почему-то у меня иногда стало зависать запись видео по непонятной причине уже второй ролик какие-то странные глюки совершенно непредсказуемый момент запись останавливается замирает а потом либо идет нормально либо начинает отставать изображение от звука то есть звук опережает видео не знаю с чем это связано что такое ноутбуку что не нравится хрен знает не знаю не знаю ну ладно продолжим мы нашу седу посиделку стиральная машина если слышно пошла работать стирает золушка моя все работает работает и работает стиралочка корабельная хорошо идет колыбельная после него раз и все вот что еще нужно для снятия стресса все равно нужно напряжение какое-то снимать разрядку делать что-то как-то себя медитацией какой-нибудь там активным отдыхом каким-нибудь хобби там чего-нибудь делать потом что еще там спорт то есть вариантов для снятия напряжения много но в том числе можно и спокойно расслабиться посидеть погрызть семечки попить пивка футбол можно еще посмотреть да черт блин я как-то футбол смотрю в основном только один это чемпионаты мира ну Европы иногда еще английскую лигу и то не часто смотреть наш футбол российский это тоскаж жуткая и что-то меня как-то вообще не вставляют все эти команды не фанатею я футбол от нашего хотя я помню однажды ходил я на матч зенита в Питере мне было тогда еще немного лет и мы ехали в трамвай после матча народу было полный трамвай запихались настолько что на повороте трамвая народ сместился к одному из стекол и стекло вылетело под натиском толпы народа вот до чего тогда ходили на футбол народу было я говорю в трамвае вообще давка жуткая что выдавили стекло на всю жизнь запомнил на стадион когда шли первый раз увидел конных полицейских полицейских милицейских тогда милиция конная милиция стояла там эта самая шла вот эта толпа болельщиков ее пропускали еще тогда тоже выстраивали эту самую пропускали но тогда еще не было тотально вот этого досмотра не было рамок не было вот этого всего вот поэтому народ на трибунах там и фаеры пускал и махал там всякой фигней в общем короче говоря развлекался, оттягивался на полную катушечку и бутылочку пивка и чего покрепче это было сплошь и рядом сейчас с этим уже, ну к сожалению вот до чего да входит прогресс вот, хочет человек а нельзя, общество ему сказало а кукиш тебе, вот да, из-за террористов нас лишают возможности расслабиться в самолете, не дают пронести там что-то такое, хотя террористам на это все с большим приветом, потому что они все равно умудряются как-то проносить вот, и как-то делают свои замыслы, всегда говорят, что террорист один он не пострадает, а страдают из-за всего остального миллионы, то есть терроризм это своего рода способ продать безопасность потому что безопасность особо никому не нужна, безопасность особо никому не нужна если ее не продавать а продать ее можно только если будут терроризм то есть как врач, если ты совершенно здоров врач тебе сильно не нужен ну ты сходишь там на обсмотр тебя обследуют все что-то но вот если ты заболел то тогда тебе нужен врач вот, так и тут тоже так же антивирусы если не будет компьютерных вирусов антивирус нахрен не нужен ну зачем этот антивирус платить за него деньги обновлять его каждый день он отнимает у машины ресурсы зачем оно нужно так и безопасность зачем она нужна зачем нам продавать вот эти все рамки зачем нам продавать вот эти самолеты там шмонают тебя там зачем это нужно это все продается только из-за одного есть несколько людей ну грубо говоря один там на сотни там тысяч которым видите ли терроризм терроризм да, которые там свои какие-то цели добиваются а все остальные просто за это платят деньги бизнес ничего, кроме бизнеса ничего, как бизнес есть бизнес да, ничего личного так и тут ну ладно что-то я в политику ушел совсем далеко куда-то меня потянуло в сторону ой, ролик зависает безбожно ну не знаю что получится да, что такое почему зависаем почему, почему не могу понять чего надо чего надо до этого проводичку записала прекрасно а сейчас начинает зависать вот кстати водит пиво и водичка да две этих самых как его сказать крайности ну даже не крайности крайности там спирт уже будет спирт и вода надо взять спирт еще потестировать да чистого да сколько там медицинский там 98 в общем-то ну что зависло что зависло все зависло зависло ну ладно завершаю сегодня за автопати что-то блин безбожно все зависает не знаю по какой причине что ему не нравится вот такой зависающий ролик опять непонятно вроде пью пиво все равно зависает я нормально а ноутбук почему-то писает криво почему я пью пиво а ноутбук криво непонятно непонятно ну ладно с вами был ван балтиков и автозавтопати до новых встреч надеюсь что я что-нибудь сломаю испорчу и прочее 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 с этим ноутбуком чтобы он перестал зависать хрен знает ну давайте всем пока до новых встреч